Ну, она все равно, ее не видно будет Нет, ну она-то лежит, он разрешение-то не дает Вот, весь экран Не-не-не, будем запустить Она не горит Чего-чего? Нажмите на D, а что вы видите на D? Ну, это то же самое Так, а весь экран, а если окно? Да нет, она не горит Да что, что-то нажимаете А презентация открыта? Да ее открыть можно А презентацию вот эту попробуем И для того, чтобы не моделька не так же, ее смогут сначала открыть и начать демонстрацию, а? Так, давайте ее петь, наверное Ну ладно, понятно Че, 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 че вот? Я вижу вашу демонстрацию А, ты видишь нашу демонстрацию? Я вижу демонстрацию, а вот в открытии... Да, 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 хорошо И теперь и в 5, правильно? Нет А как их? Смотрите, вы сначала нажимаете на X5 Ну правильно, да Вы дальше всю воду Да Так, вот ты сейчас чего-нибудь видишь? А нет, сейчас ты не должна ничего делать В режим докладчика В режим докладчика И че делать? В режим докладчик Где его отключить? Так, настройка слайдшоу, правильно? Вот Да Да Так Спасибо Ну, а че так, наверное? Все Дорога Продолжение следует... А вы читать хотели? А у вас расширенности нужны? Вам расширенный край нужен? Просто? Ну, она просто туда передает, а там другой канал Все правильно Гай, че ты там видишь? Видишь? Так, ладно Отдаю Удаю Спасибо. 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 А во что она ответит? Ей же ответит, нет, она же не с нами, не на шее. Сейчас я ей сам позвоню. Ты поговоришь, и я поговорю. Хорошо? Ладно, все. Да-да, я сажусь. Да, давай. Давай мы начнем, так же я сейчас представлю. Да-да-да. Так, здравствуйте все. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Good morning, everyone. Мы приносим извинения за небольшие технические накладки, которые у нас произошли в связи с использованием новой платформы и вот этого конкретного зала. So we beg your pardon for a delay due to some technical intricacies of using the new remote conference platform with this particular room. We finally can start. Мы наконец-то можем начать. И я хочу представить нам нашего сегодняшнего гостя, человека уникального, который прошел весь путь от студента Бауманца до заслуженного испытателя космической техники. В настоящий момент. So I would like to introduce you a guest who is unique in his own way. He studied in BAMON, he's graduated, and he made his way to the distinguished test engineer of space vehicles. So far. Максим Алексеевич Зайцев, ведущий инженер-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия». И Максим сегодня собирается нам прочитать лекцию о подготовке космонавтов к некорабельной деятельности. Это была область его деятельности на протяжении 16 лет. So Maxine is going to give us a talk on the EVA training for космонавтов, which has been the subject of Maxine's activity over 16 years. Пожалуйста. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад здесь сегодня присутствовать, потому что был неоднократным участником вот этого мероприятия, в котором вы все участвуете, и сидел вот по ту сторону трибуны, а теперь нахожусь вот по эту сторону трибуны, и это очень приятно. So, good morning, dear colleagues. I would like to start with saying that I've participated in a number of the summer space schools, and at that point, it's a great pleasure to be there, and at that point, I was sitting on the other side of the audience, in the audience, and today I'm sitting here, so it's kind of exciting to be in a new kind. Ну, да, как Виктор правильно сказал, я после окончания МГТ имени Баумана в 2006 году пришел на работу в Центр подготовки космонавтов, конкретно в гидролабораторию, собственно, про которую мы сегодня с вами будем говорить. На протяжении 16 лет работал в должности инструктора по подготовке космонавтов к выходам в открытый космос. Теперь занимаюсь тем же самым, просто немножко с другой стороны на другом предприятии, на ведущем предприятии нашей ракетно-космической отрасли. So, as Виктор has already mentioned, I graduated in Bauman in 2006 and joined Gagarin Kaspinal Training Center, in particular, the Neutral Buency Laboratory of GCTC, and I've been working there for 16 years as an EVA instructor, and I'm currently doing pretty much the same thing, but from the different aspect. Мы немножко сегодня от, скажем так, от темы выходов в открытый космос отойдем в сторону. Я обязательно, если возникнут вопросы, вам расскажу и что такое вне корабельной деятельности, для чего она, но сегодня мы поговорим о том, как космонавтов готовят к этой самой деятельности. So, I will deviate from the subject of the very EVA, and, of course, if you've got any questions, I would be more than glad to answer them later. But today I would like to tell you how the crew members are trained for the extravicular activity. Вот на сегодняшний день вообще у нас в стране, в мире, мы пришли к тому, что моделировать внекорабельную деятельность ее можно разными способами. Например, на самолете-лаборатории, например, на специальных стендах обезвешивания. Но, скажем так, идеальным способом воспроизвести вот те условия, в которых работают космонавты во время выходов в открытый космос, оказалась так называемая гидроневесомость. So, we came to this certain understanding, both in Russia and throughout the rest of the world, on the way how to simulate the extravicular activity conditions. And it can be done in various ways. You can simulate EVA environment in parabolic flights. You can simulate it using the special gravity compensation facilities. However, it appeared to be an ideal way to do that using the neutral buoyancy. Во всем мире, а сейчас страны, которые занимаются выходами в открытый космос, да и вообще, в принципе, имеют возможность самостоятельного, подчеркиваю, самостоятельного полета человека в космос, их три страны всего, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Вот во всех этих странах космонавтов, астронавтов, тайконавтов и специалистов, которые по-разному в разных странах называются, они готовятся к выходам в открытый космос в одних и тех же условиях. So, there are three countries in the world which possess their own technology of human space flight and their own technology of extravicular activity. And I'm stressing that fact that I'm talking about the country who's got the whole scope of technologies to support those things. And these are Russia, the United States and China. And all those three countries are using neutral buoyancy to train the EVA crew members. Ну, я буду рассказывать о этом способе тренировки космонавтов с точки зрения Российской Федерации, а точнее Российской Федерации с точки зрения преемницы Советского Союза, как у нас вообще это развивалось в нашей стране. So, the method and the approach I'm going to explain today is explained from the standpoint of Russian Federation as a successor of the Soviet Union in development of this kind of technology. 70-й год, 1970-й. Из космоса возвращается экипаж корабля «Союз-9» в составе Виталия Севастьянова и Андриана Николаева. Это был, пожалуй, первый такой эксперимент по длительному пребыванию человека в условиях космического пространства, то есть в условиях космоса. До этого длительных вот таких вот экспедиций никто не предпринимал. So, and I would like to come back to 1970. The crew of Soyuz-9, namely Vitaly Sevastyanov and Andriyan Nikolaev, are coming back from their mission. And that mission was kind of special. It was the first attempt to carry out the long-duration mission in orbit. Я говорю именно о пребывании на орбите нашей планеты. Я не беру сейчас в расчет полеты американцев на Луну. Там, понятно, тоже было длительное пребывание, но условия немножко другие. Здесь эксперимент был направлен на то, чтобы изучить, как космонавты будут себя чувствовать, работать и так далее именно на околоземной орбите. And I'm talking about the long-duration mission in the Earth orbit because we can talk about lunar missions carried out by NASA. But that was a separate kind of deal because this particular mission was devoted to the study of the prolonged being in space on the crew members in the Earth orbit. Ну и вот это самое начало, скажем, такого потепления отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки на фоне в том числе полетов в космос. И американцы летали в космос, и тогда Советский Союз летал в космос, больше никто этого не делал. Между нашими странами был такой обмен опытом. Ограниченный, но тем не менее обмен опытом. И экипаж Союза-9, это были первые космонавты, которые были приглашены в Соединенные Штаты Америки после своего полета. And the period we are talking about can be characterized as a period of some kind of warm-up in relationship between the U.S. and Soviet Union, in particular in the field of the spaceflight because U.S. was flying to space, Soviet Union was flying to space. И в том числе космонавтов привозят в центры Виталию Севастьянову было предложено опробовать этот метод, поработать в этом гидрокомплексе. И что он, собственно, и осуществил. И они были привозят в Маршалл-спейс-флайт-центр, который был построен на нейтрал-буэнси-фасилии. Виталий Севастьянов был привозят возможность проверить эту технологию, которую он сделал. И потом он поделил свою оппоненту. Что из себя представлял этот комплекс? Он до сих пор, кстати, существует, но, насколько мне известно, по своему назначению не используется. Как я уже сказал, это такой большой резервуар, в котором налита вода, около 5000 литров воды. В этом гидрокомплексе помещался макет, ну вот здесь вот на картинке, в данном конкретном случае, это станция Skylab. И астронавты снаряжались в гидроаналоге скафандров для выхода в открытый космос. И таким образом тренировались к выходам из орбитальной станции тогда американской, станции Skylab. So, what did that kind of training involve? It involved a neutral buoyancy simulator, you can see on this slide, which consists of the fairly large water tank, which holds about 5000 liters of water. with the mock-up of Skylab station, Skylab space station, submerged into the water. And it provides the capability for the crew members suited in a special adapted to being in the water version of the EVA suit to simulate the EVA in this tank. Ну, про этот гидрокомплекс можно очень долго и интересно рассказывать. Это очень интересное сооружение, тем более история, как это сооружалось, откуда он возник. Но мы будем придерживаться линии, как я уже сказал, с точки зрения нашей страны. Вот, поэтому перейдем к тому, что выходит в нашей стране, ну, относительно недавно вышел двухтомник Каманина, который называется «Скрытый космос». Каманин – это человек, который в нашей стране, в Советском Союзе, в том числе отвечал за космонавтов, и он в своих дневниках как раз в 70-м году делает очень интересные пометки. Итак, «Хансфилл-Маршалл-НБЛ» – это очень интересный симулятор. Это действительно существует, но не используется для того, чтобы не использовать. Мы можем поговорить много о его истории, о его источнике, но я просто хотел бы сказать о его существе. И я хотел бы прогрессировать на то, что произошло в Советском Союзе. Очень recently мы получили книгу книги Каманин, который состоит из двух фильмов, «Консилл-Спейс». В том числе в своем дневнике он указывает на то, что Николай Севастьянов и Андриан Николаев привезли из Соединенных Штатов Америки очень интересную тему, касающуюся, как тогда Каманин это записал, технического бассейна. И он на протяжении 70-го года, в разные месяцы, делает неоднократно замечание о том, что работы по этому техническому бассейну необходимо в нашей стране в том числе форсировать. Итак, книга состоялась на диарях Николая Каманин, и в частности, в том числе, в начале 1970-го года говорит, что Николаев и Севастьянов привезли интересную информацию из США о том, что он называл, «технический инженерный пул». И в 1970-го года он говорил, что необходимо для развития этой технологии в Советском Союзе несколько раз. На тот момент в нашей ракетно-космической отрасли уже перешли к строительству долговременных орбитальных станций. Вот в середине 70-х была уже запущена очередная станция «Салют-6». И уже на станции «Салют-6» это была первая станция, на которой было предусмотрено оборудование для выходов в открытый космос. So, at that point, Soviet Union was already developing the program of long-duration space stations. And in mid-1970s, «Салют-6» space station was launched, and that was the first Soviet station, which had the extravicular activities facilities on board to support that kind of activity of the crew. И тогда специалисты уже понимали и начали вводить такой принцип, и он, этот принцип, до сих пор действует, что, ну, эта деятельность космонавтов становится все сложнее, поэтому действует принцип, что все, что космонавт делает на орбите, все, что космонавт делает в космосе, он к этому, ко всему, должен быть подготовлен на Земле, в том числе к выходам в открытый космос. So, and this is when the training approach came to life, and it exists, it still exists, we are still using that approach, is that the crew activity gets more and more complicated, and for all those kinds of complicated activities, the crew members need to be heavily trained. Ну, я напомню, что я начал свою лекцию с 70-го года, но если вернуться на несколько лет назад, то в архивах, в наших государственных архивах можно найти заявку на патент за авторством Леонова Алексея Архиповича, это человек, который первый вышел в открытый космос. И вот в этом патенте, уже в 65-м году, это патент от 65-го года, Леоновым описывается принцип, который, собственно, и в дальнейшем и лег во главу, собственно, наших подготовок к выходу в открытый космос, это использование с этой целью воды. So, and I started my lecture with 1970, but I would like to go a little bit back in time to 1960s, and if you search through the Russian national archives, you can find an application for a patent made by the famous космос, Алексей Леонов, which applied for the new methods of cosmonaut training for the extravehicular activity using the new water and using neutral buoyancy for that purpose. Ну вот на этом слайде, смотрите, под цифрой 2, да, это самый первый абзац, в подтверждении моих слов, которые я перед этим сказал, Леонов, собственно, и пишет, что тренировать космонавтов с выполнением полного цикла рабочих операций в реальном масштабе времени до полного закрепления рабочего навыка методом повторения упражнений. So, item 2 actually says here that the crew members need to, космонавтов need to be trained to the full cycle of operations in real time until they develop the working skills of the operation, and this needs to be reinforced by means of the repetitions. Ну вот этот вот, собственно, принцип, он заложен вообще, в принципе, в обучении, тренировке человека в любом виде деятельности, и выходы в открытый космос, они в этом смысле тоже не исключение. So, and this is actually how any kind of training for humans works, and in particular it is used for the extravehicular activity training. Ну и красным маркером на слайде выделено то, что уже в 65-м году, это к вопросу о том, о способах моделирования невесомости на Земле, уже тогда было понятно, что гидроневесомость, так называемая, я чуть позже расскажу, что это такое, это, собственно, единственный способ, в котором человека можно, еще раз подчеркиваю, длительно готовить к выходам в открытый космос. So, and item 1 in red actually states that using the neutral buoyancy in water is probably the only efficient way to train the Q-members for the prolonged extravehicular activities. Ну, давайте теперь немножко о теории, это буквально единственный слайд в моей лекции, на котором присутствуют формулы, да, вот чтобы вы понимали, что такое гидроневесомость, если вы знаете закон Архимеда, то вы должны прекрасно понимать, что из себя представляет гидроневесомость. Гидроневесомость – это нейтральная плавучесть. Вот у меня на слайде есть отрицательная плавучесть, сами понимаете, да, что изображено на картинке, положительная плавучесть, и вот крайняя картинка, нейтральная плавучесть, это и есть то самое явление, которое во всем мире принято называть гидроневесомостью. So, to explain a little bit of theory on simulating 0G, in the pool, I would like to give you a little bit of theory, and this is probably the only slide in this presentation containing formulas, but if you studied Архимеде's principle at one point, you will easily understand what it's all about. On the left, we can see the state, which is called negative buoyancy, in the center – positive buoyancy, and on the right, those forces are in balance, and we can achieve the neutral buoyancy, which is used to simulate 0G. Я хочу сейчас обратить ваше внимание и в дальнейшем, да, чтобы избежать вопросов на эту тему, это неневесомость. То есть вот то, что называется нейтральной плавучестью, то, что мы моделируем в условиях гидросреды, это неневесомость, в которой космонавты находятся на орбите. На Земле создать подобные условия возможны, но они кратковременные. И за невозможностью воспроизведения истинной невесомости мы космонавтов длительно, опять же, подчеркиваю, готовим именно вот в таких вот моделируемых условиях невесомости. So, and I would like to stress the point that neutral buoyancy does not equal 0G. There are means to simulate 0G here on the Earth, but they do not really provide a very long period of that kind of simulation. So we've got to model 0G to some extent and using the neutral buoyancy is a kind of model of 0G, but it's not exactly 0G. Ну вот, чтобы это очень просто понять, представьте, что в невесомости, в настоящей невесомости, если человека поместить в скафандр, то находится в невесомости вся система. Находится скафандр в невесомости, находится человек в невесомости, в невесомости находятся все элементы скафандра, в невесомости находятся все элементы человека, включая его внутренние органы, а вот в гидроневесомости, скажем так, в невесомости находится только оболочка системы, то есть вот если того же человека в скафандре поместить в гидроневесомость, то вот в этих условиях невесомости будет находиться только скафандр, а все, что находится внутри скафандра, не будет находиться в невесомости. Everything is floating. The suit is floating, the subject is floating, the organs in the subject's body are floating, so everything is floating in this scenario. In neutral buoyancy, so the entire system is floating. In the neutral buoyancy, the only floating part of the system is the suit. All the other components of the system are subjected to the gravity. Well, as I promised, we will return to interesting examples to interesting pictures. We will return to the end of the 1970s, when it was already established that we will train in the open cosmos in order to train in the environment in terms of hydrosis. But at the moment of the hydrosis in the center of the equipment космонавтов, it was not built then. And these trainings, the first trainings to exit in the open cosmos, were carried out in the normal swimming pool in the open cosmos. So, to transition from the boring formulas to the interesting pictures, I would like to say that in late 1970s, the policy was adopted to train the EVA crew members using neutral buoyancy. and that kind of training was started. However, there was no dedicated neutral buoyancy simulator in the Gagarin Cosmone Training Center and all the NBL training was done in the conventional swimming pool of the Star City. In the meantime, the center of the equipment космонавтов was built in the 1960s. The first building was built in the 1960s. In the 1960s, there was also built a water fountain for the people of the equipment to do sport. This water fountain is still on its own place and in the space the sailors are still doing swimming. But, they were taken from this water quickly because, we with our training with heavy models we started to destroy the water fountain. So, to remind you, the Gagarin Cosmone Training Center was built in 1960. So, the initial portion of construction was completed in 1960. And that included that swimming pool which was used for sports activities by cosmonauts. And, very shortly upon the start of its utilization for EVA training, the EVA community got kicked out of that pool because being there using heavy machinery there actually resulted in the pool degradation. And the pool is still there. Caskinos are still swimming there. so, it did not really disappoint the EVA community much because in late 1979 the decision was made to start the construction of the dedicated neutral buoyancy facility in Gagarin Cosmone Training Center. and this is how that's how it looked. is it is not as an interesting fact. I remember that we came to see the complex He has a reservoir diameter 25 meters and width 12 meters содерж water in 5,000 liters of water. So here is an interesting fact which is not really published much but let's see in 1970 cosmonauts went to the US neutral buoyancy simulator in Marshall Space Flight Center which could hold 5,000 liters of water and the tank was 25 meters in diameter and 12 meters deep. And in 1980 in 1979 we started training but in 1980 there was created hydropomplex which had a diameter 25 meters width and 5,000 liters in So when the neutral buoyancy facility of Gagarin Cosmode Training Center was made operational it was based on the use of the tank which could carry 5,000 liters of water which had a diameter of 25 meters and it was 12 meters deep. Ну мы это скидываем все на совпадение вот тем более отличие нашей гидролаборатории от гидрокомплекса который наши космонавты увидели в космическом центре Маршалла значит там у них это резервуар который грубо говоря стоял в ангаре на полу у нас это резервуар который тоже стоит на земле но вокруг которого возведено здание который будет это поиск 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 70-м году но в 78-м году состоялось в конце в самом конце 78-го года состоялась тренировка еще в недостроенной гидролаборатории была очень сложная задача на станции салют 6 произошел кстати не совсем неудачный эксперимент удался но он закончился скажем так непредвиденной ситуации на станции салют 6 был раскрыт вот такой вот радиотелескоп он по очень интересной схеме был раскрыт и он был раскрыт из стыковочного агрегата станции и после того как он раскрылся его должны были этот радиотелескоп отделить но он никак не отделялся и поэтому было принято решение что космонавтом Ляхову и Рюмину нужно выйти в открытый космос и физически этот телескоп отделить и вот эта вот задача она требовала это уже сложная задача была она требовала подготовки поэтому в еще не достроенной гидролаборатории у нее еще не было крыши представьте себе это зима это декабрь и вот в этом резервуаре в еще не достроенной гидролаборатории была проведена первая тренировка это очень интересная факт это было операционно в 1980 но первая тренировка это была очень интересная и очень интересная очень интересная и очень интересная эксперимент область Солют-6 space station когда радио телескоп было область 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 замки в точке упр так это эксперимент успешно это тут есть действия situation. In the end of experience, the antenna needed to be separated from the station. However, it would not separate on its own, which required an extravicular activity to be performed so that the cosmonauts could separate it physically EVA. And that was a complicated task which needed to be trained and you should imagine the training run in the neutral buoyancy facility in late December in the building which still had no roof. Вот. Ну и как я уже сказал, в феврале 80-го года гидролаборатория была сдана в эксплуатацию, то есть строительство гидролаборатории было полностью завершено. И теперь к вопросу о выборе, почему же такие параметры гидролаборатории, а не какие-то другие, были выбраны нашими специалистами. So, as I mentioned, the neutral buoyancy lab, called hydrolab, was made operational in February 1980. And I would like to explain a little bit why those parameters have been chosen for the simulator. Ну, во-первых, нам нужно было найти резервуар, который бы удовлетворял нашим требованиям, потому что строить резервуар с нуля под какие-то конкретные нужды, даже для Советского Союза, это было дорого. И в нашей нефтяной промышленности нашли нефтеналивной контейнер, который полностью удовлетворял нашим требованиям. So, I would like to start with the tank as a core of the neutral buoyancy lab. So, we needed a fairly large tank. And even in the Советской Union, with its mighty economy, it was way too expensive to design and build the whole new tank just for this particular purpose. the certain search was made and in the oil industry the oil reservoir of the appropriate size was found. at that moment we in the cosmos were as I already told you in the second generation of the Salyut, which could be able to do do open cosmos. The hydrolaboratory is for training and to the cosmos and built. and more for what in this reservoir and placed on the slide you see станцию Салют-6. На слайде на 2010 год у нас состоялась тысячная тренировка, сейчас, конечно, их уже значительно больше, это устаревшая информация, ну и, собственно, вся статистика, вот она на этом слайде представлена, но очень показательный вот факт, это количество наработки в часах в нашей гидролаборатории, вот на тот момент это было 65 тысяч часов мы проработали в воде, сейчас, конечно же, эта цифра значительно выше. So, and the data on this slide is a little bit obsolete, but I would like to say that in the year 2010, the thousandth training run took place in GCTC hydrolab, and another interesting figure is that at that point the total number of hours spent in the water amounted to 65 thousand hours. Ну вот для чего, собственно, эта статистика, для того, она приведена здесь, она приведена для того, чтобы вы поняли, чего стоит выход в открытый космос с точки зрения подготовки. Вот здесь интересна последняя строчка, что на тысячу тренировок в гидролаборатории приходится 132 выхода в открытый космос, то есть нетрудно посчитать, сколько мы в гидролаборатории должны проработать, чтобы осуществить один выход в открытый космос. So, and I'm giving you this kind of statistics to kind of reinforce the cost of the extravehicular activities in terms of training. The very last statement here on this chart says that thousand training runs in the hydrolab resulted in 133 actual extravehicular activities. Ну и переходя, собственно, к вопросу о подготовке космонавтов к выходам в открытый космос, это настолько всеобъемлющее понятие. Ну вот, например, чтобы подготовить космонавта, вернее, чтобы подготовить конкретный выход в открытый космос и показать космонавту, как это делается, сначала проводятся испытания. И гидролаборатория, она в том числе, как и в Соединенных Штатах Америки, изначально была построена для того, чтобы испытывать выходы в открытый космос, а потом уже поняли, что это работает и начали использовать это в подготовке космонавтов. Так что, EVA training is a kind of big problem. It's got many facets, many aspects. And it starts with testing. And I would like to say that both the Marshall NBL and GCTC Hydrolab were initially built for testing. So, the EVA techniques are first tested in the neutral buoyancy facility, and then when this concept was proven, it started being used for training. То есть, перед тем, как космонавту рассказать о том, как ему работать в открытом космосе, мы это должны испытать на себе. И вот моя работа, она заключается в том числе в испытаниях вот этих выходов в открытый космос. И у нас личный показатель вот этих вот водолазных работ, он подсчитывается очень трудно, но в общем, если посчитать вот за 16 лет, то мой показатель – это около тысячи часов работы в водолазном снаряжении и в скафандрах для работы в гидролаборатории. So, and this is actually a part of my job, because before we train cosmonauts on what they do EVA, we need to test those techniques ourselves. And we test them in this hydrolab, and to give you a sort of taste of how long it involves over 16 years, I logged about 1,000 hours in water, both in scuba gear and in the suit. Ну, теперь опять вернемся к подготовке и работе вообще в принципе в гидролаборатории. Вот на фотографии, которую вы видите на слайде, так гидролаборатория выглядит сейчас сверху. Вот вы видите в первую очередь тот самый резервуар, в который вот помещен российский сегмент Международной космической станции. So, and coming back to training, this is how the hydrolab looks now, and you can see that very water tank, which houses the mock-up of the Russian segment of the International Space Station. В правой части, вот если посмотрите, в правый верхний угол находятся два консольных крана. С помощью этих кранов оператор, помещенный в скафандр, помещается, собственно, вот в этот резервуар. So, and in the top right-hand corner of the photograph, you can see two yellow cranes, and those cranes are used to lower the suited test engineer or trainee into the water. Ну, чтобы вы понимали, тоже вот скафандр – это полная копия скафандра для выхода в открытый космос Орлан. И человек, который помещен в этот скафандр, если его просто опустить в воду, то он абсолютно беспомощен, то есть он в воде самостоятельно перемещаться не может. So, the suit used for training is an adopted version of Orland space suit. So, if you just take the suited subject and put him or her in the water, the person would not be able to make any translations in the water. Поэтому для перемещения оператора, снаряженного в скафандре, у нас и помощи его, и обслуживания, у нас существует водолазная бригада, то есть вот если переместите свой взгляд теперь в левую сторону, увидите там такой трап, частично погруженный в воду, это вот как раз по этому трапу в воду опускаются водолазы и перемещаются вот к этим кранам для того, чтобы с этих кранов забрать скафандры. So, taking into account this fact, in order to move the subject in the water, we need a group of divers. And on the left side of the water, you can see a sort of ladder with a kind of porch, and this is the diving station, so the divers go in the water on the left side of the pool, and then they transition to the vicinity of the yellow cranes to receive the subjects. Они, водолазы эти, они забирают оператора в скафандре, это достаточно тяжелая система, сам скафандр массой около 80 килограмм, и вместе с человеком эта масса, она переваливает уже за сотню, поэтому один человек со скафандром не справится, на каждый скафандр у нас минимум два человека. So, the suit weighs about 80 килограмм, plus the weight of the subject, it's way over 100 килограмм, so a single diver cannot really handle that task, so we use a team of two divers to provide the mobility of the suited subjects in the water. Ну вот, возвращаясь к конструкции станции и применительно ее к нашей гидролаборатории, история нашей ракетно-космической отрасли сыграла с нами довольно злую шутку, потому что станции, начиная со станции «Салют-7», уже были многомодульными, а мы, когда гидролабораторию строили и проектировали, мы рассчитывали, что это будет станция одномодульная. И вот на предыдущем слайде вы видели, что даже российский сегмент, не говоря уже о всей Международной космической станции, он в наш резервуар, он просто не поместится, поэтому вот для того, чтобы оценить размеры Международной космической станции, вот в левой части в одном масштабе у меня изображены различные элементы, то есть они в одном масштабе, и станции, и все, что здесь нарисовано. Ну, для российских граждан будет большинство понятно, но вот для иностранцев, например, вы наверняка видели Останкинскую телебашню или представляете себе футбольное поле, вот Международная космическая станция с двумя этими элементами, ну и со всеми элементами, которые на картинке, она здесь изображена в одном масштабе. И я должен сказать, что прогресс в human spaceflight в Совет Университете и в России вообще играет очень плохая, что у нас есть. Я говорю о том, что в размере в размерах, в размерах, в размерах, в размерах, потому что, начиная с Селиуд-7, в Селиуд-6 статусе становятся мультимодулирую, и в поле была создана для того, чтобы в составе один модулирую статус, как Селиуд-6. И для того, чтобы вы понимаете о размерах, в Селиуд-7 и в России, в частности, это сравнивается с различными объектами на левом с этой стороне. И, в некотором уровне, это как-то, А вот в правой части этого слайда, вот круглая, это, собственно, размер нашего резервуара, и схематично показан размер российского сегмента международной космической станции. Это для демонстрации того, что мы просто уже туда не помещаемся, поэтому мы вынуждены делить уже даже модули российского сегмента международной космической станции, и в зависимости от задачи вот в этом резервуаре мы что-то достаем, что-то туда помещаем, то есть вот под конкретную задачу выставляем конкретные макеты. Right depicts the diameter of the neutral buoyancy facility pool, and it's given just to compare it to the size of the Russian segment of the International Space Station, and just to depict the fact that we can't really squeeze the entire Russian segment into that tank. So we have to split the EVA tasks into several portions and work on the mock-ups of the working area for every single segment. Ну вот, если вот так вот факультативно, наши американские коллеги, они когда собирались строить свою собственную станцию под названием Freedom, они построили новый резервуар, он у них прямоугольной формы, раза в два больше, чем наша гидролаборатория, но тоже не рассчитали. И даже уже американский сегмент вместе с солнечными батареями в их резервуар тоже уже не влезает. Just for your information, the approach taken on the other side of the world in Houston, having the idea of building Freedom Space Station, NASA built a new neutral buoyancy pool, which is about twice bigger than ours, but still it can't hold the entire U.S. segment of the ISS with the solar arrays. Ну, наши китайские коллеги, как известно, они строят свою собственную станцию, но построили тоже, тоже наступили, наверное, на наши грабли и построили свой гидрокомплекс с резервуаром, который имеет такие же параметры, как и наш резервуар, и как первый гидрокомплекс американский. And, well, as we know, our Chinese colleagues are currently building their own space station. However, in terms of the EVA training, they hit the same wall we hit, because their neutral buoyancy tank is built to the same dimensions as the tank in Marshall and tank in Star City. Ну, вот вы будете, или если были уже на экскурсии в Центре подготовки космонавтов, вам об этом еще расскажут, но вот к вопросу, а как же, собственно, это же не кубики Lego, которые можно взять руками и перемещать, как это все осуществляется? Вот с этой целью для перемещения макетов и выставления вот той конфигурации, которая нам нужна, используется вот такая вот большая грузовая кран-балка, которая по размерам, по своим соответствует параметрам нашего резервуара. Как я уже сказал, при проведении тренировок в гидролаборатории используются гидроаналоги скафандра Орлан. Внешне это тот же самый скафандр, в котором космонавты выходят в открытый космос, за исключением того, что из него извлечены элементы жизнеобеспечения, которые обеспечивают работу в условиях космоса, и туда помещены элементы, которые обеспечивают работу человека, длительную работу человека в воде. То есть это фактически водолазное снаряжение. So the suits used for this kind of training are based on the real Orlan suit. So they are adopted for the use in the hydrolab. That's why it's called Orlan GM. And essentially what is being done, so it is using the same enclosure, but all the components of the life support system used in space is removed from that enclosure. And instead of them, the other equipment, which is specific for diving operations, is installed. So essentially, the hydrolab training suit can be characterized rather as a diving gear than a space suit. И вот этот вот скафандр, скафандр Orlan, в отличие от скафандра Sokol, который индивидуально изготавливается для каждого космонавта, этот скафандр универсальный, то есть он один на борту, один этот скафандр, ну точнее их там он не один, но скафандр универсальный, и в нем должны работать космонавты с разными параметрами, разного роста, разного веса, то есть вот в этом скафандре должны работать люди с разными параметрами. So Orlan is not really specific for every particular crew member, it's sizable, so there is a set of suits on board the station, and they can be sized for every crew member who is supposed to perform EVA. И резонный вопрос, да, раз у нас все космонавты разные, масса у них тоже разная, а мы в гидроневесомости используем закон Архимеда, да, то там если подставлять формулу эти параметры, то соответственно и скафандр, он должен быть либо легкий, либо тяжелый, и никакой гидроневесомости не получится. Так как, резонный вопрос от вас, так как мы, собственно, моделируем эту самую невесомость? So, there are no cosmonauts with the identical mass. So, coming back to that formula with Archimedes' principle, with the variation of the mass of the subject, the suit has got to be either lighter or heavier. And here we come to the question, how do we model that zero G? Вот еще одно отличие скафандра Орлан, настоящего от скафандра Орлан для гидроневесомости, это вот, обратите внимание, у него на спине вот такие вот карманы. В распоряжении водолазов, которые занимаются балансировкой или приведением космонавтов в нейтральную плавучесть, у них есть вот такие вот свинцовые грузы. И помещением вот этих вот свинцовых грузов или извлечением их из этих карманов и добивается для каждого человека вот эта самая нейтральная плавучесть или гидроневесомость. So, coming back to the previous slide, you've seen those blue pouches on the back of the suit and what the support divers are doing, they operate a set of the lead weights, either putting them into those pouches or removing them from the pouches, balancing the suited subject to achieve both the translational neutrality and rotational neutrality. Вот. И если говорить о самих тренировках, то вот в тренировке, вот мы обычно, да, там в телевизоре или на ютубе мы видим, что космонавты там что-то в воде по станции ползают, вокруг там небольшое количество водолазов, но весь вообще, весь цикл вот этой вот тренировки, то есть в одной тренировке двух космонавтов, как правило, задействовано одновременно около 50 человек. Все эти 50 человек одновременно обеспечивают и безопасность, и комфортную, и безопасную работу наших космонавтов в воде. То есть, и если мы смотрим этот тренировок на ТВ или на Ютубе, мы можем видеть судебные тренировки скрыть вокруг в моем области с определенным номером в двери хранить вокруг. Но, действительно, есть очень большая группа вовсе в каждой тренировке. То есть, чтобы поддержать тренировку с двух космонавтов, мы нужны около 50 человек в этой тренировке. И все эти люди дадут успеху тренировки, безопасности сотрудников, комфортной, и так далее. Вот на слайде представлена схема нашей так называемой испытательной бригады. И вот здесь, если посмотрите, то каждый квадратик, каждый прямоугольник отвечает за ту или иную систему, которой в нашем скафандре, в скафандре для гидролаборатории ее нет, но в настоящем, в реальном скафандре эта система есть. Просто вода это очень трудные, тяжелые условия труда, и вот все эти системы, они вынесены за скафандр и обеспечиваются вот целым набором вот этих вот людей, бригадой, которые я уже сказал, которая состоит, как правило, из 50 человек. So, this slide shows you the arrangement of testing and training group supporting the testing run or training run, and here I would like to say that whatever real space suit has got inside, like life support system, thermal control, et cetera, for the hydrolab suit, all those components are actually outside of the suit. So, there are associated groups of experts working with those systems providing for the crew members environment and safety. training and real action in открытый cosmos, она осуществляется, то есть руководство и слежение за правильностью выполнения всех операций, которые выполняет космонавт, она осуществляется одним человеком, и у нас в гидролаборатории, в отличие, кстати, от гидролаборатории американской. У нас есть вот такой вот большой квадратный иллюминатор, за которым находится руководитель тренировки, то есть космонавты, как и в реальном выходе в открытый космос, они не предоставлены сами себе, у них есть человек, который за ними следит с Земли. So both the real EVA and the training run in the Hydrolab involved a certain person in charge who is in command of the entire operation and Hydrolab is kind of unique from that standpoint because our training run conductor or a test conductor is located behind a large window looking into the pool, being able to see everything which is going on in the pool and the космонавты are not on their own, they are directed, they are monitored, etc. Вот, собственно, за этим иллюминатором большая часть моей работы за 16 лет она и проведена, ну, за исключением тех случаев, когда я работал по ту сторону этого иллюминатора. Ну, теперь, собственно, к самим тренировкам, как я уже сказал, оператора, снаряженного в скафандре, водолазы подводят к макету станции, они фиксируются за поручни, которые есть на внешней поверхности станции и здесь уже, перемещаясь по внешней поверхности, они выполняют те или иные задачи, которые возложены на них программой полета. So, coming back to the training run, the divers maneuver the suited subjects to the mock-up of the space station, they attach themselves to the handrails and then they translate along the surface and perform their specific EVA tasks. Вообще, выходы в открытый космос это тема отдельной лекции, я в двух словах немного про нее расскажу. Во-первых, выходов в открытый космос никогда выходы в открытый космос никогда не бывают одинаковыми, то есть это каждый раз новая работа. So, the EVA itself, the actual EVA is a subject for a separate lecture, but I would like to say a couple of words about it. First, I would like to mention there are no identical EVAs. So, every EVA involves very specific set of tasks and it's a new set of tasks every time. В истории выходов в открытый космос, напомню, выходы в открытый космос у нас осуществляются Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республики. В истории выходов в открытый космос, она говорит о том, что выходы в открытый космос осуществляются всегда вдвоем, то есть это такой принцип безопасности. И истории известны только два случая, когда космонавты работали не вдвоем. Это выход Алексея Архипыча и Леонова, и у американцев был выход в открытый космос, когда они за бортом своего космического корабля работали втроем, а так это всегда вдвоем. So, if we look into the history of the extravehicular activities, doesn't matter where they are performed, either they are performed by Russia, US, or China, the overwhelming majority of the extravehicular activities involve a crew of two. There are only two cases where this principle was kind of broken. that involves the first EVA performed by Алексея Леонов, and the US had an EVA involving three crew members at one point. Соответственно, и в гидролаборатории выходы в открытый космос мы тоже всегда отрабатываем вдвоем. И если выходы в открытый космос, вот реальные, они длятся, как правило, около 6-7 часов, то тренировки наши, мы из тренировок убираем, скажем так, моменты, которые, в принципе, не относятся к непосредственной работе, вот наши тренировки, они длятся около 4-5 часов. Итак, мы стоим к тому же принципу в нашей тренировке. Мы работаем с двух crewmembers в поле, и дуратом-возь, в actualе EVA takes 6-7 часов. В нашей тренировке, в нашей тренировке, мы remove операции, которые не имеют специфика для этого EVA, для этих тренировок постановщиками экспериментов, которые потом космонавты будут выполнять в открытом космосе, изготавливаются гидроаналоги тех приспособлений, тех приборов, с которым космонавтам предстоит работать. И мы с этим оборудованием, в том числе, один в один такое же, как в космосе, мы, вернее, наши космонавты осуществляют те или иные действия. So, if the crew works with certain experiments outside the station, the test conductors provide us with the neutral buoyancy mock-ups of those elements of hardware, and we train with those mock-ups. Вот, на этом, собственно, я заканчиваю то, о чем вам хотел рассказать на лекции, посвященной тренировке космонавтов с использованием невесомости в гидросреде. Если вы хотите узнать чуть больше, то вот на слайде представлены ссылки и книжки, то есть, вот учебник физики, откуда вы можете почерпнуть азы того, о чем я сейчас рассказываю. So, and at this point, I would like to conclude my lecture. Well, if you want to expand your knowledge about the EVA training, there are two web links here. And, like, I would say that the textbook on physics would be in hand as well. So, that would give you some additional information. То есть, у нас, вот, в нашей теме, у нас нет ничего секретного, у нас нет никаких каких-то уникальных знаний или каких-то уникальных сооружений. То есть, как и все, собственно, великое, оно все очень простое. То есть, вот все принципы, они общедоступны, и, пожалуйста, ими можно пользоваться без проблем. So, our business is not classified, we are open. I would say, like, all the great things EVA training is fairly simple and efficient. So, there is quite a lot of information on that subject. So, please feel free to learn something in addition to what I mentioned. Ну, и если у кого-то есть какие-то вопросы, я с огромным удовольствием вам готов на эти вопросы ответить. Well, if someone has got a question, I would be more than pleased to answer that question. Давайте. So, how vulnerable are modern EVA suits in terms of external impacts? Ну, присаживайтесь. Смотрите, вот скафандр Орлан, он это достаточно уже, достаточно, имеет достаточно длительную историю. То есть, скафандр Орлана, они, различные его модификации этого скафандра, они используются еще с 70-х годов. Просто вот сейчас скафандр, который мы используем, он более современный. Вот с точки зрения уязвимости, смотря о чем говорить, вот с точки зрения ультрафиолета, с точки зрения радиации, с точки зрения тепловых воздействий, он защищен хорошо. Если говорить о каких-то вещах, которые летают в космосе, ну, имеется в виду, наверное, скорее всего, вы говорите вот о тех случаях, про спорадический метеорит, да, который попал у нас в корабль, от этого, конечно, не защищен никто. Но и смысл, смысл делать какую-то защиту на скафандре от этого, ее бессмысленно, потому что вероятность этого события, она очень мала. Поэтому вот с точки зрения вот тех факторов, которые я сказал, скафандр защищен, а с точки зрения попадания в него что-то, он не защищен. So, let me interpret the answer. And first, I would like to say that Orland Suite has got a very long operational history. It's been used since 1970s, having gone through various upgrades to make it, like, up to the requirements of the time. And it depends on the way we interpret vulnerability. If we talk about ultraviolet, about radiation, about heat, I would say that the subject or the cosmonaut is well protected in our land. If we talk about various things flying around, like meteoroids, and well, recently we had Soyuz vehicle heat with a meteoroid. I wouldn't say the protection is that good, but from the other hand, it doesn't really make sense to install something additional on the suit because the probability of such an impact is tremendously low. I mean the mechanical strength of the suit enclosure. I mean the mechanical strength of the suit enclosure. If we talk about American scaphands, then there is a central part, which we call a kerasa, which we call a kerasa, which is composed of components. Our kerasa is composed of metal. And it is lightweight, only the legs and legs. Well, there is also a cappuccine on the scaphandre. And if we talk about the cramping of scaphandre, then this one, which is on the face of scaphandre, it is so strong, that when the company, which is the company that is making scaphandre, asked the question, how much is the stucco, they did a lot of steel, they had a lot of steel, they did a lot of steel, that is, they took a lot of steel, and tried to break it. И вот сколько они по этому стеклу не били, они это стекло так и не разбили. Чего уж говорить там о хрупкости металла или конструкции из композитов. Вот то, что он там астронавт на Луне упал и чуть не повредился, ну для меня, честно говоря, это новость. Потому что вся вот эта деятельность, особенно связанная с опасностью для жизни, она многократно проверяется. То есть, ну, возможно, где-то и написано, что он хрупкий. Но я бы не сказал, что хрупкость у скафандров для выходов в открытый космос, она под каким-то вопросом. Я этого не слышал. Я зад 끼 положились воol, это каким-то datab�ом. Что очень-то. Здесь у нас довольно-堅. И вот это переверп ex anneалтку. There's no composite materials in the US suit design and it's made of aluminum in Orlan. So these are fairly strong materials. There is also a helmet and here comes the helmet Viseur, a Viseur made of glass, which seems to be fragile. But let me tell you a story, Звезда инженеры, и Звезда, это компания, которая создает наши спacesuits, вообще разработали интересы, чтобы найти, что это нужно, чтобы уничтожить Орландский визор. И я не могу характеризовать это как эксперимент, но они взяли, что они взяли, и начали хаммерить на этот визор, и они не могли бы уничтожить. То есть, это не фрагиле, и то, что вы говорите, что Аполло-Астронавт почти демиджирует шутки на Муне, это как-то новое для меня, и я как-то doubt это, потому что когда это касается ЭВА-технологии, и шутки-технологии, в том числе, то механическая усилия шутки это одна из самых важных приоритетов в дизайне. Добро пожаловать. Вопрос был в том, во-первых, спасибо большое за лекцию, во-вторых, вопрос в том, все ли операции в микробельной деятельности можно моделировать таким образом, или есть какие-то, которые нельзя? Ну, вот смотрите, вот с точки зрения вне корабельной деятельности, мы вообще отрабатываем все операции, которые так или иначе космонавту предстоит выполнить на внешней стороне станции или внешней стороны аппарата. У нас есть несколько типов операций. То есть мы сначала... Ведь подготовка космонавта – это очень длительный процесс. И у нас в том числе, мы сначала, когда космонавт к нам, молодой космонавт, приходит к нам в гидролабораторию, у нас есть комплекс типовых операций. То есть это типовые операции, которые каждый раз повторяются космонавтами при выходах в открытый космос. И они эти операции отрабатывают. Потом, когда он попадает в экипаж, у нас уже есть набор конкретных целевых операций. И вот такого, чтобы чего-то не отработал космонавт, у нас такого не случается. Итак, ответственно, мы тренируем для всей экипажа для экипажа операций. И это как бы дуал-статистическое процесс, потому что когда молодой космонавт, freshly recruited космонавт, приходит к нам, эта человек тренирует для типовых операций, которые присутствуют в любом экстравеичном активе. When the person is assigned to the crew, the person starts training for the target operations of that particular specific EVA. So the operations which are unique to this EVA. Единственное, чего мы не можем показать космонавту, это не можем продемонстрировать ему длительную невесомость. Но у нас есть возможность дать космонавту почувствовать, что такое невесомость. Она короткая, но тем не менее, это вот та настоящая невесомость, которую космонавты испытывают, в том числе находясь все время в космосе и все время в том числе при выходах в открытый космос. So we train for the entire scope of the EVA operations. The only thing we can simulate is a prolonged being in zero-G, which would take place during the actual EVA. Ну, я вам сейчас, я вам, вернее, уже рассказывал, что мы настоящую невесомость, мы ее воспроизводим на специальном самолете-лаборатории. Как мы это делаем, это тоже тема отдельной лекции. Но я вам сейчас готов продемонстрировать, как это выглядит. And I told you that we simulate the real zero-G during the parabolic flights in the special plane. It's a subject for a separate talk, but I'm ready to demonstrate you what it involves. Ну, я надеюсь, у нас это получится. Ну, вот, видимо, не получится. А, вот. Это, собственно, вот это я полетел. Давайте, сейчас, может быть. Да, и вот там вот впереди, вот видите, космонавты, снаряженные в скафандре. Вот там мы им это почувствовать даем. So, this is where we let them feel what it involves. Ну, вот вы видели, сколько длится сам ролик, да? Вот столько буквально и длится невесомость. And you can actually judge by the duration of that flick how long a single session of zero-G is during the parabolic flight. Вот физика этого процесса на Земле, она позволяет эту невесомость воспроизвести только в течение 24 секунд. Естественно, у нас выходы в открытый космос длятся, как я уже сказал, 6-7 часов, и за 24 секунды космонавт, естественно, не сможет отработать задачи, которые ему предстоит выполнять в космосе. So, the actual MBA involves 6-7 часов, so for 24 секунды, you won't be able to train the person to do everything he's supposed to do. Еще вопросы? More questions? Спасибо за интересную лекцию. Спасибо. Вопрос такой, значит, что гидросреда – это наилучший способ проведения таких тренировок и испытаний, или есть какие-то методы, где, допустим, вязкое трение воды можно избежать? Вот смотрите, у нас, я уже в начале лекции говорил, что есть ряд тренажеров, которые, суть которых заключается в том, что скафандр подвешивают вот такой специальной системе обезвешивания, но проблема этого метода заключается в том, что это опять не настоящая невесомость, да и сама система подвески, ее конструктивные особенности, они просто в силу своих размеров, конструкций, они не позволяют отрабатывать нам те операции, которые нам необходимы. So, I mentioned some kind of special facilities in the beginning of my lectures. Yes, indeed, we do have some facilities where the suited subject is suspended on the gravity compensation system, but here we actually experience two problems. The first one is it's not real zero-g, just like same shortcomings as the neutral buoyancy, plus using this kind of suspension actually constrains the motion and doesn't really let us train for all our operations. Есть еще один метод, где обезвешивание происходит за счет конструктивного элемента, который использует так называемую воздушную подушку, но здесь в этом случае мы теряем третью координату, то есть мы можем работать только в плоскости, а перемещаться вот уже по оси Z мы не сможем, а работа, вот, например, космонавта, работа летчика, она отличается от обычных земных профессий, что на Земле мы свою деятельность так или иначе выполняем, как правило, только в двух плоскостях, а вот летчики и космонавты, они летают в трех плоскостях, и вот в случае с воздушной подушкой тоже не получается отрабатывать вот те операции, которые нам нужны. So there is another method which would involve the air-bearing and the air-bearing floor, and it provides the unconstrained motion in plane plus one degree of rotation, but it constrains the other degrees, which is kind of critical for the EVA training, because here on the Earth we mostly live in the 2D world. Pilots, aircraft pilots, and cosmonauts are living in the three-dimensional world. So the third translational degree is kind of critical here. очень много было по этой теме всяких научных изысканий, но вот наша жизнь на Земле, она посвящена законам физики, и вот ввиду этих законов ничего лучше, чем гидроневесомость, на сегодняшний день не придумано, и когда я вот такие вот лекции читаю, я всегда говорю, что если вот кто-то придумает вдруг метод, который будет по каким-то параметрам превосходить метод моделирования в гидросреде, то этот человек, скорее всего, получит Нобелевскую премию. So, we are living under the principles of physics, and we should base our approaches based on those principles, and while I'm giving those lectures, I'm always saying that if you are able to propose another method, which would be better at least in some respects than the existing ones, you would probably get a Nobel Prize for that. Ну, это вот как в фантастических фильмах, это вот когда изобретут антигравитационную машину, вот тогда, наверное, мы и сможем все это смоделировать, но это опять же будет не невесомость. Не забывайте, что у нас внутри мы неоднородные, у нас внутри тоже находятся объекты. И вот невесомость – это когда, еще раз подчеркиваю, когда вся система находится в невесомости, а не только ее оболочка. So, if one comes out with some kind of антигравитационный device, such as in sci-fi movies, that would probably be a way. But I'm still kind of doubt that it would be a 100% simulation of the space environment, because I should say, I've already mentioned that in zero-G everything is floating, both outside and inside. Сила тяжести, вот что нам не дает воспроизвести невесомость на Земле. Gravity is what prevents us from simulating zero-G on the Earth. Да. 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 Well, the question is, are the crew members mostly vertical during the NBL run, or they can be upside down and all that sort of thing, and how that affects the cardiovascular system and vestibularism. Well, this question, he's like a question, and the answer to him, this question, is that what I just said. Look, we're in the laboratory, when we're ready to be to do it to do it to do it, or to do it to do it to do it, we're on the platform of the laboratory we're putting on the laboratory not only those, on which we work, we're also putting them to do it to the side, on which we're working. Because, again, on the Earth, we're going to do it and we're going to do it and we're going to do it. And the person who is in the scaphandre, he's also, собственно, is to do it to the gravitation. And it's all about what you want to to be able to do it and to make it work. I actually experienced this feeling, that's, in the scaphandre they were going to me in the middle of the head. I mean, in principle, it's not good, because I have with various systems, in the past, in the past, in the past, all in the past. But actually, it feels like that the work is not comfortable. And the natural pose for the work of a astronaut, when he is in the cosmos, it's like the face of the head of the station. So we, when we put our macket, we do it so that the astronaut in this удобной pose, or лежa, or где-то под 45 градусов, где-то вот в такой вот позе мог работать. So the question has actually got an answer built in. And it relates to the answer to the previous question. Being in suit, we are still under the gravity. So if you turn the person upside down, will it be comfortable working? Probably not. I experienced that once. So during my own training, so they put me upside down. And it was kind of tolerable. I wouldn't say it was comfortable, but I could work. But that's kind of specific to me because I don't have any problems with my digestive system and the other stuff. So when we prepare for the training run, we orient the mock-ups on the platform in such a way that the subjects would be either vertical or slightly inclined and I would say that maximum inclination would be like 45 degrees from the vertical. То есть вот если там заставить человека работать где-то снизу под макетом, это будет равносильно тому, что заставить его работать под водой в какой-нибудь пещере это будет также неудобно. So for example also if you want the subject to work under the mock-up that would be pretty similar to working underwater in some kind of cave. It's very uncomfortable. Ну да там я просто не хочу вдаваться. Спасибо. Thank you very much. Thank you very much Max. Дорогие друзья, значит сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Dear friends, we are about to make a break now. Я думаю 10 минут. I believe we will take 10 minutes. После чего соберемся здесь и немножко поработаем над проектом до 13.30 до обеда. Then we'll get together here work on the project till one three till lunchtime. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...